Друзья, всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер, вы на моем канале про моду, шопинг и модные путешествия. Как видите, я сегодня нахожусь в торговом центре в Большом и делая мои привычные обзоры коллекции именно модных марок, я подумала, почему бы не сделать экспресс-обзор. Я проходила мимо иконики, я знаю, они достаточно хорошо обновляют свои коллекции, они следят за трендами, за современными фасонами, и мне захотелось сделать такой именно экспресс-обзор. То обуви, которые уже сейчас есть, просто посмотрите, показать вам, на какие модели стоит обратить внимание. Если вам это интересно, продолжайте смотреть. Здравствуйте! Так, мы надеваем перчаточки, потому что нужно следовать всем правилам и защищать... Так, да, перчаточки, защита для нас сейчас важнее всего, поэтому, друзья, я вам тоже рекомендую следовать этим правилам. Давайте посмотрим здесь, я смотрю, девочки уже меняют немного коллекцию, и сейчас быстренько посмотрим, что у нас здесь есть. О, смотрите, с квадратным мысом обувь очень актуальна, квадратный мыс у нас остается. И здесь такая классика-классика с небольшой перемычкой. Если вот вам нужны классические балетки, кстати, балетки тоже возвращаются, эта модель будет очень актуальной. И если я говорю про то, что балетки возвращаются чаще, они возвращаются в несколько нестандартных для себя комбинациях, речь идет о более спортивных вариантах, то есть когда мы надеваем полностью спортивный верх, джинсы, худи, спортивные толстовки, и внизу у нас балетки. То есть если вы хотите вдохновиться, здесь для вас самым, наверное, будет ярким референсом, да, ссылкой. Это показ последней Селин, вот как раз-таки там балетки представлены в наиболее современной комбинации. И там вы можете подсмотреть, как лучше всего их стилизовать, чтобы выглядеть современно и в тренде. Здесь у нас полка со спортивной обувью, очень тоже современно выглядящая. Здесь у нас находится база, такая какая она должна быть. Базовые, вот посмотрите, обычные кеды кожаные, классические кеды, без каких-либо деталей, очень хорошего качества кожи. И вот на такую обувь нам и стоит обращать внимание, когда мы ищем хорошую базу. Также здесь есть симпатичные голубые кроссовки замшевые, тоже обратила бы на них внимание. Если, например, вы хотите делать какие-то монохромные образы в голубом цвете, они хорошо будут подходить, кстати, и под джинсы, и в целом под любой голубой тон. Вот бежевые вообще универсальные, такие бежево-коричневые, такой темно-коричневый цвет. Так, ой, здесь очень красивый цвет, не знаю, вот камера передает, такой холодный голубой, как будто бы холодный голубой лед. Тоже балетки с длинным носом, даже это не балетки, а туфли с открытой пяткой зауженным носом. Что мне здесь нравится? Мне здесь нравится этот цвет, очень приятный, такой холодный голубой, как я вам уже сказала. Очень актуальная форма на последних показах тоже. Мы часто встречали именно такой формы туфли на плоском ходу и за ужином носом. То есть, если мы говорим про тренды, то, что мы видели на показах, вот эта модель встречалась достаточно часто. Здесь симпатичные очень ремешки, кстати. Обратите внимание, эти ремешки, они выполнены в таких благородных, нежных, пастельных тонах, как раз весенне-летних. Цена вопроса у нас 2 500. Здесь не указано, из чего они сделаны, но что-то не подказывает, что это не кожа. По ощущениям и по тому, как они выглядят, но по цвету мне они очень нравятся, поэтому рекомендую тоже обратить внимание на эти изделия. Дальше здесь у нас кеды тоже классические, такие стандартные кеды, которые тоже актуальны. Обратите внимание, то есть такая абсолютно нейтральная вещь, которая просто выполнена в современном, именно в формате. Вот мне нравится, что иконика, она делает очень современные обуви, хорошего качества. Не все здесь, конечно, прямо супер-супер современно. Есть прямо классика-классика, которая, я бы сказала, немного вне времени, да, но есть и такие, которые повторяют у нас современные тенденции, как, например, вот эти тоже балетки, очень похожи по форме на черные, которые я вам показала. Только здесь у нас есть такой задний красиво оформленный. И очень интересная форма каблука, металлизированная, это неправильная геометрическая форма. Вот белая обувь, тоже у нас суперактуальная, на лето в сочетании с любыми вещами будет суперярко и интересно смотреться. Давайте посмотрим на сумочки, здесь также очень интересные сумки. Сейчас тоже в моде геометрические такие формы, очень жесткие конструкции. Мне очень здесь нравится, как выполнена пряжка, мне нравится, как она сливается вместе с цветом кожи, она не контрастная. И она выполнена в таком матовом пластике и достаточно вместительная, кстати. Здесь прилагается два мешка, что тоже очень удобно. Можно носить, как вы хотите, можете носить его как клач, но как клач, я думаю, это будет не очень удобно. Удобнее всего будет носить на плече. Здесь у нас идет небольшая тюлька к сумкам-багетам, но он такой слишком длинный и немного другой формы, но в целом вот симпатичный вариант такой же есть в черном цвете. Вот уже симпатичная сумочка в таком цвете ньют, очень светло-розово-бежевый цвет, приятная тоже она по внешнему виду. И здесь она тоже сопровождается у нас ремнями, внутри здесь есть три отделения, очень удобно для тех, кто любит носить с собой много вещей. Такая современная, тоже абсолютно базовая, актуальная сумка. Так, друзья, что у нас здесь еще? У нас здесь еще есть такие сандалии, их почему-то называют сандалии рыбака. Я бы сказала, что больше дедушкины сандалии, либо детские сандалии. Мы еще увидим другую модель, я ее видела в другом магазине, я вам обязательно ее покажу. Но вот на эту модель мы пока с вами не обращаем внимания, это не совсем то, что нам нужно. Поэтому, если вы видите, это не те сандалии рыбака, которые нам нужны. Здесь мы переходим плавно к лоферам. Лофер это супер актуальная у нас форма обуви на этот сезон и на следующий сезон. Здесь у нас идет речь о классике. То есть, если вы немного боитесь таких трендовых широких подошв, которые именно актуальны сейчас. Вот для вас классическая модель, очень симпатичная, выполнена в таком рыжевато-коричневые замши. Мне очень нравится благородная эта пряжка, красиво выполнена. И эта модель также существует в черном цвете. Тоже очень симпатичная для тех, кто именно любит классику-классику, но хочет все равно иметь лофера в своем гардеробе. Вот на эту пару я обращаю ваше внимание. Тут у нас еще есть ботиночки симпатичные. Кстати, это тоже абсолютно вне времени, это абсолютно не трендовая модель. А именно такая, я бы сказала, тоже современная форма ботинок, которые можно и нужно иметь в своем гардеробе, если вы хотите иметь такой немного мужской стиль, мужская стилизация. Очень много француженок тоже любят такую форму обуви. Они, видите, высокий ботинок, очень мягкая замша. И мне нравится цвет, очень красивый, необычный, такой коричневый. И такие же ботиночки есть в голубом цвете. Это же супер приятный оттенок голубого. Такой теплый голубой цвет замша. И здесь есть еще и молния сзади, если вам будет лень за шнуровочные шнурки. Ага, здесь вот еще симпатичные, просто тоже в нюдовском таком цвете кеды абсолютно нейтральные тоже. Вот это у нас база, базовая обувь, современная. Вот так должна выглядеть челси. Челси тоже у нас суперактуальная форма. Тоже трендовые ботинки. Но вот эти я бы вам не рекомендовала, именно если вы хотите следовать трендам-трендам. Я вам тоже покажу, я здесь найду более трендовую модель. Но это такая большая, наверное, немного форма. Вот по форме носка немного и по форме подошвы. Такая классика, что она не совсем актуальна, я бы сказала. Челси, так, здесь какие-то очень интересные сумочки треугольные. Очень симпатичные. Опять-таки, повторюсь, такая форма тоже встречалась часто на показах в этом году. И это тоже суперактуальная форма. Так, в перчатках не очень удобно манипулировать. А здесь у нас внутри, ой, здесь, смотрите, какая красивая подкладка зеленого цвета, изумрудная. Очень красиво выполнена. И она очень интересно открывается, как чемоданчик, видите, как будто бы складывается. И потом можно открыть. Здесь есть два отделения и карман. По сути, достаточно вместительная сумка. Я думаю, она такая же вместительная, как и моя. Туда точно поместится все основное. Телефон, документы, кошелек, уж точно. Еще даже что-нибудь есть место еще для дополнительных вещей. Вот она очень симпатичная. Носится вот так в руке. Очень актуальная форма. Мне прямо нравится. Я такую захотела в себе. Ну, классика, классические туфли я не буду вам показывать здесь. В принципе, они классические и классические. Так, переходим к лоферам. Вот, кстати, да. Смотрите, вот это уже более современный вид. И она, кстати, эта пара по скидке. У нее сейчас цена 8000. Здесь мне нравится контрастность черного и карамельного цветов. И уже такая более явно выраженная подошва. Такая более мощная. Вот такая пара уже является более актуальной, более современной, если мы, например, сравниваем вот с этой. То есть, видите, здесь классика-классика. Такая очень благородная, очень элегантная модель. А эта уже такая более современная, более мощная. И вот именно такая является сейчас трендовой. А эта вы можете купить и можете их носить, сколько они вас выдержат. То есть, эта модель будет всегда актуальна, потому что это классика. О, какие-то новые. Так, что здесь новенького? Ну, вот тоже такие лоферы уже с высоким. Здесь у нас высоко поднимается язычок. Тоже симпатичный цвет. Нюд бежевый. И подошва, пока я выполнена в коричневом цвете, чуть-чуть более тяжелая, чем предыдущая модель. Я смотрю, это относится к коллекции Аллы Пугачевой. Мне, в принципе, нравится многое из того, что делает Алла Пугачева для иконики. Я вам тоже потом покажу, на что я еще обратила внимание здесь. О, это у нас какой-то фэнди прямо. Ну, вот смотрите, казаки. Тоже высокие казаки с локацией крокодиловой кожи. Казаки у нас тоже, это вечная классика, никогда не выходят из моды, поэтому вы можете сейчас как раз поживиться во время распродаж. То, что еще остаются распродажи на такую обувь, которая не выходит из моды, является частью стилевых определенных направлений. Вот тоже лоферы, тоже продолжаем, да, сегодня. Видимо, я вам буду показывать именно трендовую обувь. Вот такие вот желтые, я бы сказала, такой желто-горчичный цвет. Вот охровые здесь небольшие кисточки и тоже имитация под крокодиловую кожу. И также подошва очень уже у нас идет присутствующая в два уровня. Симпатичная модель для тех, кто хочет внедрить цвет в свой гардероб. Так, и здесь тут же рядом еще одна модель, если посмотрим, оп. А здесь уже, знаете, более классическая модель для тех, кто все-таки больше в классику. Но мне нравится, как они выглядят, мне нравится качество кожи. Здесь не лаковая кожа, а глянцевая такая выделка, да, у нас идет подполированная кожа. Мне нравится, как они немного имитируют винтажную модель. То есть здесь идет протертости, специально сделанные по цвету. И вот такой коричневый неравномерный окрас этой кожи мне тоже привлекателен для меня. И мне очень нравится, как подошва здесь вот выступает за уровень самого ботинка. Это тоже придает именно современности, несмотря на то, что это базовая модель, да. То есть базовая модель у нас тоже могут иметь современные фасоны, не современные. Так вот такие лоферы, это современная классика, современные, отличные лоферы. Кто хочет именно классику. О, цепи. Цепи, кстати, тоже являются очень... Вот смотрите, здесь вот цепочка. Она не такая явная, но она видна. И это, кстати, супер-супер тренд. Вот эти ботинки, сейчас скажу, они, кстати, по скидке стоят всего лишь 5000. Остался, правда, 35-39-40 размер в этом магазине. Но вот эти туфли по виду, это супер тренд, потому что здесь цепь, ярко такая представленная деталь. И именно с такими деталями очень много обуви у нас сейчас на подиумах. То есть вот такая модель, это просто супер актуальная модель. Несмотря на то, что она по скидке. Так что, ребята, если успеете, покупайте. Так, ну ботиночки, сапоги, наверное, мы с вами пропустим, потому что мы уже переходим все-таки больше уже в теплое время года. Поэтому мы их не будем уже сейчас покупать. Здесь есть прорезин, это нет. Посмотрим, что есть в другой стороне. Здесь есть такая очень интересная сумка, выполненная как ракушка. Я даже не знаю, как ее открывать. Сейчас посмотрим. А, смотрите, как интересно она открывается. И тут вот так. Внутри, кстати, очень вместительная вещь. Очень интересная задумка сделать вот таким образом круговым застежку. И достаточно комфортно ей пользоваться. То есть вы просто открыли, раздвинули вот эти створки и задвинули обратно. Суперудобно, суперклассно. Вот такая сумка. Интересно. Я бы не сказала, что это какая-то суперактуальная модель. Но это именно для тех, кто... Она актуальна своей формой, потому что круглые сумки тоже сейчас актуальны. Но она именно такая сумка, которая делает ваш стиль. То есть если вы почувствуете, что это ваше, я рекомендую покупать необычные сумки. Только в том случае, если вы чувствуете, что это ваша вещь, она будет вас дополнять и будет именно выражать вашу индивидуальность. В таком случае мы такую сумку берем. Вот еще балеточки тоже по скидке. Тоже, как я вам говорила, такой вытянутый нос и плоский ход. Это тоже суперактуальная форма обуви на эту весну. Здесь есть возможность носить без задника именно как мюли. И можно носить как в балетке. Выполнен очень интересный цвет. Здесь бежево-коричневый, но он сделан как будто бы жемчужный. То есть такой очень перламутровый блеск. Интересный цвет кожи. Мне очень нравится. Вот смотрите, вот есть вот такие здесь лоферы. Я бы сказала, такая больше молодежная модель. Вот на высокой тоже уверенной подошве. Более гладкой. То есть здесь у нас не тракторная подошва. Очень интересный цвет. Такой благородный коричнево-бордовый. И здесь классические две резинки. То есть вот такая модель лоферов. Очень актуальна. И как раз хорошо подойдет именно если вам близок такой молодежный спортивный стиль. Это новенькая, кстати, тоже мюля. А, это Алла Пугачева, кстати. Алла Пугачева. И здесь очень интересный мюля. Выполнен на прозрачном каблуке. Посмотрите, он такой красивый, очень янтарно-коричневого цвета. И сам тоже цвет очень красивый, шоколадно-коричневый. И здесь тоже актуальный квадратный мыс здесь у нас идет. Симпатичные, кстати, мюли. Мне они тоже очень нравятся. Очень актуальная модель. Они также выполнены в черном цвете. Но в коричневом мне нравится больше. В черном тоже такой прозрачный уже серый каблук. Это у нас все идет коллекция Аллы Пугачевой. Здесь тоже есть такие классические достаточно лоферы. Вот здесь я нашла сумочку. Это у нас Баттега Венета. Смотрите. То есть иконика часто вдохновляется известными марками в производстве своих изделий. Но в этом нет ничего плохого. Это не прямое заимствование. Это просто вдохновение. И вот сейчас очень также актуальны такие переплетенные фактуры кожаные. И вот это такой же современный клащ в исполнении от иконики. Вот я нашла самые актуальные лоферы, которые здесь есть. Именно по форме и по подошве. Посмотрите. Вот такая подошва. Матовая кожа. Кстати, что интересно. Матовая с небольшими кисточками. Это, кстати, похоже очень на ту модель желтую, которую я вам показывала. Именно по форме кисточек, по форме прострочки. Вот такие лоферы стоят. Они 10 тысяч рублей. Выполнены из кожи. Вот это самая актуальная модель. Ну и вот это тоже. Но мне больше нравится вот это. Я бы вам рекомендовала. Немного ускоримся. Потому что, мне кажется, наш с вами экспресс-обзор уже занял больше времени, чем я на это планировала потратить. Например, такие ботиночки очень понравились моей маме. Тоже, я думаю, они очень удобные. Очень уверенная подошва. Кстати, она такая, видите, здесь прорифленая. То есть она не будет скользить. Я надеюсь. И вот такая очень красивая мышиного серого цвета замыша. Сейчас мы посмотрим. Я вам покажу быстро казаки тоже. Смотрите. Они, безусловно, всегда актуальны. И хорошо будут смотреться в сочетании с платьями. С такими, которые мы носим летом. Белые такие ярусные платья. Как макси, так и мини. То есть в такой комбинации именно с белым хлопком, с голубым хлопком. Будет смотреться супер классно. И вот здесь у нас тоже, на что мы не обращаем внимания. Друзья, вот эту обувь мы не покупаем никогда. Пока что это вообще даже без комментариев. Это вашу ногу сделают ногу ногой утки. Поэтому, если вы не хотите визуально расширять свою обувь, нет смысла покупать такую пару. Вы можете просто купить замену либо балетки современной формы, либо лоферы. Ну, то есть у такого формата есть миллион вариантов, чем мы можем заменить, чтобы не превратить свою ногу визуально, ее не исказить. Я тут еще нашла кое-что на витрине. Сейчас я вам покажу быстренько. Мне очень понравились вот эти туфли. Такой красивый, таракотовый, немного чуть-чуть с морковным цветом. Кожа гладкая, очень красивая, хорошая выделка. Это тоже коллекция Аллы Пугачевой. И здесь, смотрите, тоже у нас идет современный нос квадратный. Очень красивая форма каблука. Он будет устойчивый, несмотря на свою высоту. Я думаю, они будут очень удобными. В общем, вот эти туфли, обращайте внимание, супер современные классические лодочки. Они также выполнены в бежевом виде, но я им показываю именно вот эти, точнее, очень красивые. Также есть сумка. Это у нас такая черная сумка. Я думаю, что если вы следите за модой, вы узнаете этот бренд, которым вдохновилась тоже Японика, создавая эту сумку. Это у нас Stout. Они тоже очень сейчас актуальны. И вот в черном виде супер, тоже, наверное, базовая модель, геонетическая форма. Полу-луна такая. И здесь она достаточно вместительная. Несмотря на то, что она узкая. Вот современная у нас тоже актуальная форма сумки на эпидсезон. Вот это у нас Селина Баттега Венета. Смотрите. С очень глубоким таким здесь высоко поднятым декольте. Тоже супер актуальная форма обуви. Я думаю, что она немногим визуально нравится. Я понимаю, почему, но вот именно такая форма туфель с высокоподнятым декольте с каблучком кит-н-хилл. Видите, супер тоже актуальная форма каблука, которая очень часто встречалась на последних показах. Но вот тоже современное исполнение у нас. Если вы не хотите покупать Баттегу или найти себе Олдселин, то вот здесь за 10 тысяч вы можете найти вот такую форму туфли. Они представлены также в таком карамельно-коричневом цвете. Та же самая модель. Ну что, друзья. Видимо, мы с вами быстренько так уже пробежались. Я думаю, что мы сделали очень хороший обзор. Здесь у нас есть еще несколько казачков. Сейчас посмотрим. А так это, в принципе, можем уже и завершать. Вот здесь тоже казаки более короткие. Здесь у нас идет такая более именно ковбойская тематика в отделке. Вышивка и аппликация в том же цвете. Мне, например, нравится очень вот эти казачки. Они хорошо будут смотреться с макси-платьями, с джинсами. Вот обратите внимание, тоже очень красивый, благородный серо-бежевый цвет. Спасибо, Достаня. Ну что, друзья, такой экспресс-обзор. Я не знаю, насколько он вышел, но это на 20. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы меня давно просили делать съемки именно в магазине и показывать ассортимент. Я надеюсь, вам было интересно. Интересны мои комментарии. Если да, пожалуйста, ставьте лайки. Я надеюсь, что вы нашли для себя интересные модели, которые, вероятно, вы приобретете потом. И, друзья, подписывайтесь на мой канал, если вы случайно здесь оказались. Отправляйте это видео вашим друзьям и знакомым, тем, кто интересуется модой. Ставьте колокольчики, чтобы обязательно не пропустить следующее видео. И будем прощаться. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok